Привет, меня зовут Эд и я продолжаю свою обширную серию помощи людям при шпоре, так называемой пяточной шпоре. Я снял уже довольно большое количество роликов по решению этой проблемы. Сниму еще, под каждым видео вы увидите ссылочки на другие рецепты. Также, если вы досмотрите видео до конца, вы увидите 4 анимированных окна в конце видео. И нажав на любое окно, вы сразу перейдете на следующий рецепт. Ну а методика на сегодня такая. Рецепт необычный, но есть подтверждение его эффективности. Конечно же, это не панацея. Нет стопроцентных рецептов, которые помогают всем. Надо работать и искать свои несколько рецептов, которые полностью и уберут вашу пяточную шпору. Итак, нам нужен кусочек говядины. Хорошей говядины. Кусочек должен быть небольшой, чтобы он облегал пяточку. Толщина кусочка, ну примерно пол сантиметра. Небольшая, не сильно большая. Итак, на ночь, каждый день берем, отрезаем от говядинки кусочек небольшой, чтобы он был по пяточке. И наше мероприятие уже готово. Просто берем, перед тем, как мы вложим говядину, хорошо распариваем пяточку. Берем горячую воду, засыпаем в нее где-то, ну 2-3 литра воды, где-то засыпаем в нее одну столовую ложку соды и осторожно 5 минут парим пяточки. После этого прикладываем к пяточкам наше мясо. Фиксируем его полиэтиленом, если надо фиксируем лентой, носочки хорошо одеваем и сразу ложимся спать. После того, как все, носочки надели, мгновенно ложимся спать. Утром все смываем, на следующий день делаем такое мероприятие еще раз. И все, работаем с такими мероприятиями. В некоторых случаях, даже уже после пятой процедуры, боль практически стихает. А если сделать где-то 5-7 процедур, то боль у многих полностью уйдет. Если необходимо, перейдите потом на другой рецепт. Этот рецепт необходимо делать 5-7 процедур каждый день на ночь. И достаточно. Если вдруг он вам понравился, сделайте перерыв в две недели, можете его повторять курсами с перерывом в две недели. Но желательно поработать одновременно с двумя, с тремя рецептами. С этим и с какими-то другими моими рецептами. Вот такой отличный рецептик на сегодня я вам и поведал. Спасибо за внимание. Не болейте. С вами сегодня был Эд. До встречи на моем канале завтра. И пока. Всем удачи и мир вашему дому.